Семейно ориентированная информационная политика. Что это и зачем она нужна? В правительстве области состоялся круглый стол на тему семейной ценности в современном информационном пространстве. Арсений заболел в три года, когда пошел в детский сад. Где-то через месяц мама заметила, что мальчик стал худеть, пропал аппетит. Врачи диагностировали сахарный диабет. Сахара нам восстановили, инсулинотерапию назначили. Я прошла школу сахарного диабета. Сначала было очень сложно. Нас выписали домой. Было очень сложно. Но со временем, конечно, мы справились с этим, научились контролировать сахара. Сюжет об Арсении и о том, что мальчику необходимо инсулиновая помпа, был в нашем эфире 8 февраля. Не прошло и месяца, как он получил и помпу, и расходные материалы к ней на год вперед. Родители Арсения поблагодарили всех организаторов акции, зрителей ГТРК «Вятка» за неценимую помощь. И это не единственный случай, когда средства массовой информации напрямую или косвенно помогают детям, семьям и целым детским домам. СМИ сегодня важный инструмент, который формирует сознание людей, ценности семьи. У нас есть совместные акции, которые освещаются средствами массовой информации с министерствами. Теперь уже соцразвитие, здравоохранение. Мы 29 августа открываем вместе с правительством службы ранней помощи. Уже дадут назначенные. Я думаю, что это будет освещено. Это как раз те вещи, которые направлены на работу с семьей и на помощь таким семьям. Семейным ценностям в современном информационном пространстве был посвящен многочасовой круглый стол. В центре внимания вопрос о том, как выстроить конструктивное взаимодействие государственных органов власти, представителей общественности и журналистов в деле формирования положительного отношения к семье. Некоторые участники встречи считают, что семейно ориентированная информационная политика в нашей стране ведется недостаточно. Был задан вопрос, много ли мало внимания уделяется в СМИ темам семьи. 58% наших сограждан ответили крайне мало или скорее мало. И что интересно, среди журналистов этот процент составил 79%. На наш взгляд, результаты исследования четко фиксируют, что в России относительно информационного пространства существует явно выраженный просемейный запрос. И все же социально ориентированные СМИ не остаются в стороне от семейных тем. Только наша телекомпания рассказала о сотнях многодетных семей, о крепких семейных узах, об организациях и фондах, которые берут на себя заботу о детях и семьях. Совместными усилиями журналистов и органов власти удалось переломить много негативных ситуаций, скажем, демографическую или отношение общества к семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Я регулярно общаюсь со своим правящим, Дмитрием Александровичем Матвеевым, который нас отвечает за демографию здравоохранения и рождаемость. По его глубокому убеждению, для того, чтобы нам сейчас повышать рождаемость, с учетом того, что объективно для этого не самые хорошие предпосылки, потому что снижается количество женщин фертильного возраста, единственное, что мы можем сделать, это пропагандировать семейные ценности и о том, как хорошо иметь детей. Потому что другого инструментария нет. Участники круглого стола сошлись в одном, чтобы пропаганда семейных ценностей стала системной, а не от раза к разу необходимо формирование государственного заказа. Говорили и о возможности проведения конкурсов, государственных грантов для журналистов, пишущих на тему семейных ценностей. Эргина Мативосян, Сергей Щекин, Вести, Киров.